На следующей пленарной неделе также должен рассматриваться, возможно будет рассматриваться закон о местных выборах. Ну и в частности, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман анонсировал голосование в первом чтении за изменения в Конституции в части децентрализации. Народный фронт будет голосовать, и вы в частности будете поддерживать презентованный президентом и спикером Верховной Рады изменения в части децентрализации Конституции? Будем поддерживать этот законопроект. Мы считаем, что он сбалансированный, и те страшилки, про которые говорят окременные политики, что он умовно является узурпацией влады и надает дополнительное повновление, те или иные гилки влады абсолютно, есть политическими и невыправданными. У нас есть висновок Венецийской комиссии, которая визнала, что этот законопроект соответствует Европейской Харке и Министерством Рады. И этот законопроект как раз направлен не на распределу повноважений в трикутнику влады, а в первую очередь на децентрализацию, на додатковое повноважение местным гражданам. Согласитесь, что очень вероятно, что в первом чтении парламентарии проголосуют за изменения в Конституции в части децентрализации. Вопрос в том, как говорит господин Кройсман, что в осень уже нужно будет голосовать в целом за эти изменения, и нужно будет 300 голосов. Полагаете, наберется такое количество голосов за эти изменения? Тут я буду апелювати до всех депутатов, в первую очередь до проевропейской коалиции, которая имеет 300 голосов, и апелювати до них в первую очередь заяв, с которыми они шли на эти парламентские выборы. Они все закликали про то, что у нас должно быть сильное местное самовырядувание, у нас должно быть максимально отцентровано повноважение и надано додатковое и административное, и финансовое повноважение договора. Продолжение следует... Продолжение следует...